Губительные выхлопные газы. Сегодня мы часто слышим, что современная экология является причиной многих бед. Но по сути, для решения целого ряда экологических проблем Запорожья, больших финансовых вложений и сил прилагать не нужно. Какие элементарные меры можно и нужно предпринять чиновникам, чтобы дышать в городе стало легче? Об этом в специальном репортаже Наталья Зайченко. Я счастливая мать, счастливая бабушка, прабабушка. Ветеран Великой Отечественной Тамары Петровны считает, что ее жизнь удалась. Хоть и пережить за 92 года пришлось немало, но судьба вознаградила ее большой и дружной семьей. И все бы хорошо, но квартира Тамары Петровны находится в центре города. Это тоже плюс, но только на первый взгляд. Слова «выйти на балкон, подышать свежим воздухом» в этой семье воспринимают с иронией. Протираем часто, очень часто. Очень часто прикираем. А вот оно все на этом. Летом в квартире Тамары Петровны окна стараются не открывать. В считанные минуты подоконник покрывается слоем пыли от выхлопных газов автомобилей. Вон весят знаки. Грузовому транспорту на проспект запрещено. Мотоциклон запрещено. А ездить? Что за яды скрывают в себе автовыхлопы? Тамара Петровна уже давно ощутила на своем здоровье. Кроме уже, к сожалению, стандартного для пенсионера набора заболеваний – бронхита, фаренгита – у женщины сильнейшая аллергия и онкозаболевание. Иногда выходишь, вот начинается кашель и прочее. Это очень ощущаем все. Автомобили выбрасывают в атмосферу десятки вредных химических веществ и соединений, в том числе канцерогены. Вот причина возникновения онкологических заболеваний. Именно выхлопные газы приводят к увеличению на 5-10% раковых заболеваний. Это, конечно, это очень много. Особенно к раковым заболеваниям приводят очень много опасных ядовитых веществ. Одно из них является бензооперен. Горожане привыкли к запаху выхлопных газов настолько, что порой и не ощущают его. Однако при определенных погодных условиях, привыкшем к автомобильному перегару детям асфальта, приходится констатировать чрезмерное содержание в воздухе выхлопных газов. Выхлопные газы и такое количество машин, и такое ощущение, что просто на остановках специально делают больше загазованности родители. И вот эти выхлопные газы и устраивают ралли мне очень не нравятся. Думаю, можно большую часть транспорта пустить по параллельным проспектам и улицам. Качество бензина, непродуманные транспортные развязки – все это, безусловно, влияет на то, чем мы дышим. Специалисты недавно знают, что до 40% отваловых выбросов составляют в структуре городских крупных мегаполисов. Это выбросы от различного вида транспорта. После того, как на целом ряде промышленных предприятий провели коренные улучшения по модернизации газоочистного воздуха, то эта доля транспорта, естественно, возросла. Вместе со специалистами санэпидстанции на специальной передвижной лаборатории выезжаем на одну из самых оживленных транспортных развязок Запорожья – проспект Металургов. Каждый прибор для отдельного загрязнителя. Отдельно для озона, отдельно для фенола, отдельно для двуокиси азота и так далее. Вот мы можем одновременно и с помощью этих заборных устройств отбирать воздух на ходу. В очередной раз в этой точке специалисты констатируют превышение нормы выбросов вредных веществ от автомобилей. Это самое загазованное место. Тут проезжает от трех до четырех тысяч машин в час. Величина этих выбросов по европейским меркам неприемлема. Состав выхлопных газов довольно разнообразен. Ученые насчитывают около 200 химических элементов и соединений разной степени токсичности. Оксид углерода – это бесцветный, не имеющий запаха газ. Воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы. Вызывает удушье. Оксиды азота – ядовитый газ, раздражающий, действующий на органы дыхания. В дыхательных путях, соединяясь с водой, превращаются в азотную и азотистую кислоты, известные своим свойством вызывать раздражение слизистых оболочек и весьма тяжелые заболевания. Альдегиды – при длительном воздействии на человека вызывают раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Углеводороды – обладают наркотическим действием. В малых концентрациях вызывают головную боль, головокружение. Сернистый ангидрит – бесцветный газ с острым запахом и уже в малых концентрациях раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Свинец – под его действием нарушается синтез гемоглобина, возникают заболевания дыхательных путей, мочеполовых органов, нервной системы. Причин, по которым наш воздух так интенсивно в последние годы загрязняют автомобили, несколько. Одна из них – отсутствие в Запорожье так называемой «зеленой волны». Она, бы говорят специалисты, не только упростила движение автотранспорта, но и в разы снизила количество вредных выбросов от автомобилей. – Автомобиль, чем меньше останавливается, меньше перегазовки, то меньшее количество вредных выхлопных газов выбрасывается в атмосферу. «Зеленая волна», если бы у нас была включена в Запорожье в областном центре, это бы позволило, конечно же, снизить уровень загазованности. – Зеленая волна необходима. Она не дает вот этим вот автомобилям на перекрестках скапливаться и уменьшает выброс. – А у нас была в Запорожье зеленая? – Конечно, она была, но вот в последние годы почему-то ее нет. – Почему? – Я не знаю. С вопросом, есть ли зеленая волна на центральном проспекте Запорожья, мы обратились на предприятие «Символ». Оно отвечает за работу светофоров в областном центре. – Она никуда не пропадала, зеленая волна. – Сейчас зеленой волны нет. – Почему-то нет. – Есть. – Выезжаешь, ловишь, не нарушая правил, ты вкладываешься в зеленую волну. Средняя скорость 55 километров должна быть у вас. И вы ее поймаете. Так выглядит улица, на которой есть зеленая волна. На магистралях, где применяется такая система, более чем на 30% повышается скорость сообщения, примерно настолько же снижаются задержки транспортных средств у перекрестков, а значит, в разы снижается количество вредных веществ, которыми загрязняют воздух выхлопные газы. А так выглядит улица без зеленой волны. Редко, когда автомобилю удается проехать без остановки хотя бы три светофора. А какую из этих схем больше напоминает движение по нашему проспекту? Алексей – водитель с 10-летним стажем. Главный проспект Запорожья. За день проезжает много раз. Работа такая. Говорит, старался ездить с разной скоростью – от 40 до 60 километров в час. Ну, максимум, сколько я там проезжал светофоров, два-три так на зеленую. А так в целом, если ехать длительное расстояние по тому же проспекту, не попадаешь на нее. Что же получается? Пока одни доказывают, что зеленая волна в Запорожье работает и довольно эффективно, водители их слова и доводы опровергают. А страдают тем временем все жители Запорожья. Нет хозяина, нет хозяина, который бы беспокоился о людях. Ну, а от кого это зависит, не нам решать. Пусть думают чиновники. Вот это мой сказ. И все-таки, есть ли зеленая волна на Запорожьском проспекте? Мы проведем свой эксперимент. Поехали! Итак, начинаем наш эксперимент от театра имени Магара. Соблюдаем скоростной режим 50-55 км в час. Снова красный. Стоим, дымим. Красный. Пока что не пропустили ни одного светофора. Улица Гагарина. Стоим. Украину проезжаем на зеленый. Миро проскочили. Бульвар Шевченко проскочили. Металлургов. Наша конечная точка. Снова стоим назад. Итак, подведем итоги нашего эксперимента. Большую часть проспекта мы попадали на красный сигнал светофора. И только на участке от улицы Мира до проспекта Металлургов нам посчастливилось попасть на зеленый. Зеленая ли это волна? Зеленая ли это волна? На контроль за качеством бензина, техническое состояние общественного транспорта. Разве для этого нужны миллионы? Я-то проживу, я доживу свои годы. А вот как дети, внуки, правнуки, вот им жить. Душа болит для них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова